Важаемые налогоплательщики, с 1 января 2018 года вносится в налоговый кодекс некоторые поправки и дополнения. В частности, если по налогу на имущество раньше, до 1 января 2018 года льготы предоставлялись таким категориям налогоплательщиков, как проживающие в зоне Чернобыля, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, то добавлена еще одна льгота для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это 5 квадратных метров жилой площади в квартире, доли квартиры в комнате на каждого из ребенка. И 7 квадратных метров необлагаемой налогом площади жилого дома, опять же, на каждого из несовершеннолетних детей. И по земельному налогу этот налоговый вычет в виде 6 соток необлагаемых налогом. Для того, чтобы эту льготу получить, нужно в налоговый орган написать заявление и приложить документы, подтверждающие родительские права на этих детей, то есть свидетельство о рождении каждого из детей. С 1 января 2018 года наравне с категориями налогоплательщиков, таких как инвалиды 1, 2 и 3 группы, ветераны боевых действий, лица, проживающие в Чернобыльской зоне, ветераны боевых действий, имеют право на необлагаемые налогом 6 соток по земельному налогу, еще и пенсионеры, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством. С 2019 года лица предпенсионного возраста, это такие налогоплательщики, которые достигли возраста 55 и 60 лет, имеют льготы по налогам на имущество и землю наравне с пенсионерами. Для этого нужно обратиться в пенсионный фонд и получить документ, подтверждающий достижения предпенсионного возраста. На основании заявления, направленного в адрес налоговой инспекции с приложением этого документа, налогоплательщикам, достигшим предпенсионного возраста, будет предоставлена льгота по налогу на имущество и земельному налогу. С 1 января 2019 года прекращается действие федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, уплачивающих плату в систему Платон. Вопрос о дальнейшем применении может быть решен на региональном уровне. В связи с участившимися распространением в средствах массовой информации сообщений о том, что граждан вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги, и в противном случае им грозит штраф, налоговая инспекция доводит до вашего сведения. В соответствии с положениями статьи 400 пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации, налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы, органами Росреестра. В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость. Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости или нет. Для внесения в единый государственный реестр недвижимости хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости, то есть быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно. Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в единый государственный реестр недвижимости не регистрируются и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет в частности о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п. Если хозпостройка зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости, но ее площадь не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взымается. Льгота применяется только для одной хозпостройки, независимо от ее расположения в пределах страны. Основное условие – постройка не используется в предпринимательской деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok